Здравствуйте, дорогие друзья! Это канал Акцент. И у нас в гостях сегодня легенда русского рока Фёдор Чистяков из в данный момент Грузии, насколько я понимаю. Главное сейчас вопрос Вопрос войны или как специальные операции и мира, как сейчас говорят. Какое твое отношение к тому, что происходит? Ждал ли ты этого? К сожалению, я ожидал, что вот все-таки, что скорее это будет, но все равно, когда это случилось, это как будто бы какой-то сон, какой-то непонятный, когда тебе кажется, что ну как бы этого просто не может быть. Все равно вот это вот ощущение, что этого просто не может быть. К сожалению, это реальность. Ну вот мы просто все последние годы наблюдали, какого там дна в очередной раз достигают в России и какого там дна вообще они в конце концов как бы достигнут. Ну вот уже тут достигнуто уже самое дно. Осталось еще только ядреную бомбу где-нибудь рвануть. Вот тогда, наверное, уже все будет. Полный набор. Когда ты понял, что такое происходит с Россией, что может быть вот такое дно, на котором мы уже, а может быть еще и ниже? Я в целом мало интересовался политикой в своей жизни. Конечно, те люди, которые следят за процессами, происходящими в стране наблюдают, то, конечно, они уже видели такую ситуацию как минимум с середины 2000-х годов, а то еще и раньше, что шли какие-то процессы. Ну, конечно, таким ярким моментом была эта война в Грузии в 2008 году, когда была присоединена к России Абхазия. Вот. Ну, я тогда этого даже просто не заметил. Наверное, меня это сильно не касалось. Ну, потом был следующий момент — это присоединение Крыма в 2014 году. И вот в этом году я начал чувствовать, что что-то реально происходит очень... что куда-то все пошло каким-то таким путем. Ну, вот мне стал мерещиться уже вот этот какой-то дух Советского Союза. Даже все равно я не отдавал себе отчета в серьезности. И помню, там была такая ситуация, что я собрался ехать с концертами в Крым, и тут такое началось. То есть у меня в Фейсбуке никогда столько посещений вообще не было, и просмотров, и такой активности. То есть это и... Но, к счастью, нашлись люди, которые смогли мне как-то убедительно объяснить, что это вовсе не пустяковое такое дело, что это очень серьезный на самом деле вопрос. И я отменил все концерты и не поехал туда, хотя мне пришлось выплатить неустойку организатору концерта за... ну, потратил уже там средства на рекламу и так далее. Это было когда ты еще жил в России, в Америке или в Грузии? Вот ты хотел ехать... Это было, конечно, когда я еще жил в России. Следующий такой был для меня переломный момент. Это был 2017 год, апрель. Это был запрет свидетелей ИГО. И тут вопрос даже не в том, что я сам являюсь свидетелем ИГО, и что для меня это создало определенные проблемы, а просто я, прежде всего, был шокирован тем, ну, как это происходило. То есть это было заседание Верховного Суда, и слушания длились, наверное, дней 10 точно, а может быть и больше. И вот это была ситуация, когда в конце концов стало просто понятно, что решение этого суда, оно было вынесено до этого суда. А все слушание, ну, это так было, ну, как какой-то спектакль, да, как будто бы. Потому что на самом деле, ну, никто никакие доказательства принимать во внимание и, в общем-то, и не собирался. Да, там не было такой задачи, хотя было очень много таких хороших выступлений, было очень много убедительных показаний дано. И вот даже настолько, что судья в какой-то момент спросил у стороны обвинения, а это был Минюст, ну, там какая-то женщина участвовала. И он спросил, вы знаете, ну, вы не хотели бы изменить формулировку обвинения? Ну, что он сказал просто, нет-нет-нет, мы ничего обвинять не будем. То есть это так звучало, как, а вы вообще можете что-то доказать? Так, а мы ничего и не собираемся доказывать. Ну, в конце концов, вот наступил момент, когда был объявлен приговор и, соответственно, была такая объявлена какая-то пауза, суд удалился на какое-то совещание на какое-то некоторое время. Вот это был такой очень напряженный момент, потому что я еще тогда по своей какой-то наивности верил в то, что вообще, ну, существует какая-то, ну, что какие-то вообще принципы существуют, что их нельзя переходить, что их нельзя перейти. Ну, вот, как бы, когда судья вышел и таким никаким отсутствующим каким-то голосом просто там бобу-бобу-бобу объявляется там решение суда, подалово удовлетворить требования истца. Ну, и как бы и все. Вот в этот момент я, вот это было самое страшное. То есть самое страшное, что ты понимаешь, что ты находишься в стране, в которой уже ничего не работает. То есть любого человека можно обвинить в чем угодно и, условно говоря, сфабриковать дело, это доказать. И даже особенно и фабриковать ничего, в принципе, не будут, а просто, ну, в конце концов, по-тупому закроют. По-умному не получится, по-тупому выделить. Вот, после этого как раз я и уехал в Соединенные Штаты. Нет у тебя такого вот навязчивого ощущения, что что-то это напоминает, да, что вот как-то вот в фашистской Германии тоже начинали с геев, свидетелей Иеговы, там, каких-то еще таких людей. А в общем, чем это все закончилось? Ну, ты знаешь, опять-таки, поскольку я, что называется, нахожусь в этой теме достаточно давно и серьезно, то поэтому, конечно, опыт вот фашистской Германии и из чего они начали, это мне очень хорошо известно. И, ну, как бы просто стало понятно, что это начало. И, в принципе, я даже более того скажу, что на самом деле я написал после этого ряд песен. Например, я написал песню «Убрать свидетелей», в которой был текст такой, там, «Забейтесь в щели рыбы и прячьтесь облака, займемся скоро вами, а пока убрать свидетелей». Как бы мне стало абсолютно понятно, как бы куда это идет. То есть это было очень наглое решение на виду у всей мировой общественности, просто такой плевок в лицо мировой общественности. Вы считаете, мы не можем? Да мы плевать на вас хотели, что вы думаете, и все. Можем, и все и делаем. Что хотим, то и делаем. И вообще отвалите, да? Вот это примерно вот так вот все выглядело. Ну, интересно, что сейчас вот, когда началась война в Украине, я с удивлением обнаружил, что, опять-таки, многие песни, которые я написал тогда, может быть, они не очень были понятны людям, что я имею в виду. Например, там, в 2018 году я выпустил альбом «Нежелательная песня», там на обложке такой красный медведь, который рвет все там человеческие ценности и вырывается наружу, то тогда, ну, многие считали, что я сошел с ума и что, в принципе, как-то, что это чересчур, что это, ну, скажем так, какая-то паника, да, может быть, или преувеличение действительности. А на самом деле, а вот сегодня все это отлично, как бы, смотрится и слушается, там песня «Красный медведь нажрался героина», о, вообще, вот теперь уже кто скажет, что это не так, вот теперь все, да, теперь все уже в открытую, как, опять-таки, они и сами говорят, маски сброшены. Да, то есть то, что казалось преувеличением такой гиперболой, может быть, не вполне здоровой, теперь просто стало просто реальностью. Почему ты считаешь, что вот, собственно, вот такие фашистские, какие-то тоталитарные, авторитарные, сейчас не буду уточнять, режимы, почему они все время вот начинаются свидетели его, да, ну, чем вы так вот мешаете? Сложно ответить, ну, так, чтобы этот ответ вас удовлетворил, и тут, может быть, много, на самом деле, вариантов ответа, но, наверное, я вот одну такую версию для себя проработал, что тоталитарные такие системы, они очень болезненно переносят, когда есть что-то, что они не могут контролировать. Пусть даже это что-то вот безвредное, ну, как бы, оно вредно просто только потому, что туда нельзя посадить своего агента, вот поэтому оно вредное, чем бы оно ни занималось, оно потенциально опасное, потому что есть какие-то люди, люди, которых невозможно контролировать и включить вот в свою схему. Ну, да, а свидетели, они как бы живут своей коммуной, живут своей организацией внутри, в которую, как бы, сложно, видимо, как-то внедриться, да, и подчинить ее, соответственно. Ну, да, да, пожалуй, я скорее соглашусь с этим мнением. Все-таки, если о терминах считаешь, что то, что происходит в России, это действительно реально можно уже назвать фашизмом. Ты знаешь, я считаю, что, конечно, нужно там политологам оставить этот вопрос, да. Недавно я увидел одну программу, ее подготовил какой-то интернет-магазин, ну, насколько я понял, я так даже не очень понял, что это такое. Ну, это натурально, вот этот Z, там тебе, ты знаешь, да, это новый такой. Символ, похожий на свастику, да, и вот, значит, вот этот символ толпы молодых людей, у которых на рукавах написаны отряды Путина, и в зале какая-то играет группа, и они там поют за веру и страну за красивую мою, без нам не указ, за Донбасс. И вот такой вот рок-концерт, все там хором взяли, ну, такой, ну, фашистский шабаш натуральный. Вот ты, получается, своим творчеством, своими песнями предсказал то, что происходит сейчас, да, то есть то, что казалось гиперболой, оказалось реальностью. Что ты видишь дальше? Как ты чувствуешь? Что может быть дальше? Ну, ты знаешь, я должен сказать, что на самом деле я не то чтобы предсказал, потому что просто скорее вот, ну, можно сказать, что свидетели Иеговы – это народ. В России на тот момент было порядка 150 тысяч свидетелей Иеговы. Это, в принципе, ну, такой небольшой городок. Если бы так собрать их всех в одно место, да, это был бы небольшой город. Вот. И вот просто всех жителей этого городка фактически берут в оккупацию, делая их вне закона, делая их легкой добычей для всяких следовательных органов, которым нужно, ну, как бы сдавать план по делам, да, работать нужно, да. И тут, как бы, свидетели Иеговы – очень такая легкая, удобная добыча. Дело можно высосать из пальца. А что еще с них взять, если они все экстремисты? Определения экстремизма, в принципе, ну, не существует какого-то четкого и понятного, вот, что там считать экстремизмом, а что нет. И ввиду этого там достаточно многое зависело конкретно, да, там, от настроения прокурора, суда, настолько они там между собой договорились, ну, и, соответственно, как они там решали все эти дела. И фактически, ну, это лишение прав. Поэтому, ну, я написал тоже песню такую под названием «Вата». Ну, понятно, да, это выражение, которое любят на Украине употреблять по отношению к ватникам. Вот, ну, когда я спел, ну, там, слова, что «Прости, что моя речь немного резка», вчера в мою деревню ввели войска. То есть я, в общем-то, имел в виду свою ситуацию, а не их. Просто эта ситуация, она полностью проецируется сейчас на ситуацию, которая происходит в Украине. Это все очень похоже. Какой твой прогноз? Какой твой, окей, не прогноз, предчувствие? Что будет дальше? Ну, ты знаешь, моих тут предчувствий никаких нет, и их быть не может. То есть я верю библейским пророчествам. Согласно библейским пророчествам, то есть эта система вещей, она будет уничтожена Богом, а не, например, не какой-то государственной державой или там ядерной войной. То есть ты смотришь на все происходящее, как сбывающееся библейское пророчество? Я правильно говорю? Сейчас однозначно просто. Однозначно. И почему я именно... Мне хотелось бы быть оптимистом в этом отношении, да, и все-таки думать, что там они одумаются, что они там отведут свои войска от Украины, что они не пойдут на такие шаги, что они не повергнут свою страну, ведь сейчас же введены очень жесткие санкции против России. Это повергнет страну в очень плохое состояние. Люди, многие лишатся работы, потому что просто некоторые отрасли лишатся. Ну и вот компании, например, западные ушли, и очень много компаний, да, и это, как правило, это были не самые плохие места работы. Соответственно, где оказались люди, которые работали в этих компаниях? Нигде. Они лишились работы. Сейчас изменился курс рубля, и он дальше будет меняться, да, люди лишатся своих доходов, лишатся своих накоплений в значительной части, возможно, потеряют к ним доступ и так далее. То есть будет масса проблем. Соответственно, из магазинов будут исчезать постепенно товары. Уже больше там какой-то западной электроники новейшей не будет. Будет только все то, что успели купить, и пока оно еще будет работать. Ну, примерно вот как-то так. И это будет приходить. Вот казалось, что вот, ну нет, но ведь это же такое безумие, это же такое безумие. Ну как так можно сделать, что просто развалить вообще все? То есть сейчас они там Украину крошат в руины. Вот я сегодня только общался с людьми, ну что, они там сидели все в подвалах, некоторые продолжают сидеть, там с одной семьей начали общаться, 10 минут пообщались, и они исчезли из сети, и уже 4 дня неизвестно где они, потому что никакой нет связи. И там просто зачищается вся инфраструктура, да, просто бомбятся города, разруха и так далее. То есть мирное население, никакие там не фашисты, как они там рассказывают эти сказки. Ну и Россия сейчас получает очень серьезные удары, и экономические, да, то есть кому от этого станет лучше-то вообще, вот от этой войны? Кто, кто, как это, кто бенефициар, да, кто из этого извлекает пользу? Это просто прихоть, ну какой-то сумасшедшей идеи фактически одного человека. Ну почему люди этого не понимают, многие, не то что все, да, но почему многие в России этого не понимают, да? Ты опять, ты контактируешь с друзьями из Украины, как мы все в эти дни. Друзей в России у тебя много, да, вся вот, собственно говоря, рок-тусовка, да, еще тех времен и там куча разных людей. Как ты это чувствуешь? Действительно все не понимают, что происходит и чем это закончится? Или как вот вообще это вот стоит? Нет, ну, нет, ну не все не понимают. Есть те, которые понимают, но, видимо, это меньшинство. А большинство, оно подвержено, в общем-то, воздействию пропаганды. На пропаганду ставки были сделаны очень большие, то есть расходы, да, на пропаганду. Это, наверное, вторые послевоенных, если не первые. И что, опять-таки, там сейчас круглые сутки ток-шоу ненависти с экрана не сходят. То есть люди думать сами все-таки, ну, значительная часть людей, окей, сами думать не умеют, да, как ты считаешь? Знаешь, это есть эффект. Вот даже проводили такой, ну, психологический эксперимент, когда человека приводили, ну, в какую-то комнату, где еще находятся там 10 или 15 человек. И они все, показывая на черное, говорят, что это белое. Человек говорит, ну, как оно белое, когда оно черное? Говорят, да-да, чего ты, посмотри. И что он постепенно, он начинает, как бы, понимать, что, ну, да, наверное, оно действительно белое. То есть он переучивается. Ты заметная часть русской культуры, там, конца 20-го, начала 21-го века, да, ты, как бы, уже там, как ты, вот, если чувствуешь ли ты какое-то, что ты пересматриваешь, чувствуешь ли ты какую-то ответственность за то, что произошло, что где-то что-то, ну, все равно культура же влияет на общество, да, очень сильно, что-то не доделали, что-то не так. И вот то, что привело, к чему мы пришли, да, что это частью вина русской культуры, и, может быть, где-то и твоя. Нет у тебя такого ощущения? Я не думаю, что это конкретно вина русской культуры, просто, ну, вот я тут недавно посмотрел, такая есть передача, редакция. И там была программа «Как убили главную звезду российского телевидения» про Листьева, в общем. Знаешь, такую журналисту. Да, помню, помню, да. Да, да. И вот, ну, там был один эпизодик, где выступал Константин Эрнст, вот такой тоже известный телепродюсер российский. И он такую рассказал историю, что, значит, что как было дело, да, что песню вот эту «Буги-вуги», он говорит, что классная песня, она мотив варшавянки, такая типа революционная, но сказали, нет, 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 это как бы не пойдет. И зарубили, то есть хотели дать в первую полосу, ну, так рассматривался вариант. В субботный вечер и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Вот если бы это тогда бы сделали, то сейчас бы меня все бы знали бы именно с этой песней. А вот так, поскольку произошло, то всплыл я потом, накурившись гашиша. И, ну, логика какая, получается, что вот «Буги-вуги» на мотив варшавянки – это очень опасно. А вот накурившись гашиша, ну, нормально, потому что, ну, что они там, наркоманы, маргиналы, кто их там будет всерьез вообще слушать? То есть все равно все происходит сверху, все это отруливается. Кто-то когда-то получает, условно говоря, там какой-то старт. Есть люди, которые там любят русский рок, и они уже так более знакомы, например, с творчеством группы «Ноль» и понимают, что группа «Ноль» – это не только песня о настоящем индейце, это не только «Иду курю», и что есть там много чего другого, и то же, что люди любят. Но вот для большинства людей всего этого другого не существует. Существует только вот это. Они это знают, больше они ничего не знают. Например, там, допустим, песню о настоящем индейце, ее исполняли там Стас Пьеха, Сосо Поблиашвили. То есть вообще не рок-н-ролльные люди. То есть вообще, и это как бы все, это вышло за пределы вот этой субкультуры, и именно вот эти три песни. Нет, но «Улица Ленина» все-таки, «Улица Ленина» достаточно такая песня-то, в общем. Понятно, про что. Она все-таки тоже вошла в такой, ну, как бы, в несколько вот самых таких «Иду». Но она меньше. Она меньше. То есть вот эти три – это «Иду, курю», «Человек» и «Кошка» и «Песня о настоящем индейце» – это три самых таких топовых песни. То есть ты считаешь, дело не в, собственно, самой культуре, а в том, как это все использовалось и формировалось какими-то людьми, которые вот связаны со СМИ, ну, в общем-то, в конце концов, с госидеологией, да, и что это, в общем-то, начиналось еще тогда, когда еще заканчивался Советский Союз. Так выходит? Наверное, да. То есть, конечно, тогда, ну, были, скажем так, ну, так, Советский Союз был очень ослаблен, вероятно, был в каком-то взамешательстве, потому что там была и война в Афганистане, и там был экономический кризис, и кризис власти, ну, всего, да, перестройка там была. Перестройка, ну, это, можно сказать, такое смутное время было, потому что вдруг открылись какие-то новые возможности, никто не знал, как их использовать, как все это работает, все там было там впервые, то есть, там, скажем так, до, там, 85-го года или до 86-го, можно было бы даже и не думать ни о какой там профессиональной сцене, кроме там прохождения через Лен-концерт, всяких этих литовок и цензур, а после 86-го года, вот, какой-то, условно говоря, там, я никто и звать меня никак уже там стало известно, да, причем не потому, что этого хотели где-то там сверху или это одобрили, а это просто прорвалось на магнитофонных кассетах, которые там переписывали с магнитофона на магнитофон, и мгновенно все расходилось по всей стране, там, от Владивостока и до Питера. Да, я к тому свидетель, собственно, я также тебя первый раз услышал, да, вот, на магнитофонах, о, вот, а знаешь, еще в Питере такая группа 0 есть, помимо аквариума, о, да, ой, как клево. Скажи, сейчас ты можешь что-то писать, что-то вот новое, вот этот вот новый мир, в котором мы оказались, он дает тебе возможность что-то создавать новое? Ну, ты знаешь, интересно, что примерно год назад я сделал несколько таких набросков, у меня родилось несколько идей песен, но я их, ну, просто не записывал отчасти, потому что еще, что называется, не сложился момент. Ну, вот сегодня я как раз собрался их записать и собрался записать новый альбом. Честно скажу, я даже не знаю, там, удастся ли все это там довести до конца, потому что, ну, вот эта сумасшедшая ситуация, она просто, ну, не, она делает мир полностью непредсказуемым. Абсолютно, абсолютно. И, ну, скажем так, одна из песен, как раз, которую я написал год назад, она называлась «Война». Упс. Я надеюсь, что скоро смогу ее опубликовать. Разумеется, я не буду делать никаких, скажем так, физических носителей, но опять в нынешней ситуации все это просто потеряло всякий смысл. Просто хочется сделать музыку, записать песни, которые, ну, я надеюсь, поднимут как-то настроение и разнообразят жизнь. Россияне теперь стали во всех отношениях неплатежеспособными, потому что, во-первых, тут и деньги обесцениваются, так еще и мало этого, так и нет никакой возможности, карты не работают, они никак не могут поддержать эту работу. Вот, поэтому, если в новом свете как-то поддержат, я буду очень признателен. Да, ну, я думаю, да, давай больше информации о новом альбоме. И я думаю, многие люди, которые здесь живут, в Америке, в Европе, да, они, конечно, постараются поддержать. Есть название альбома или это пока все еще? Не могу сказать, как я это назову. Просто опять вот как-то ситуация меняется, смыслы меняются, какие-то вещи каждый день меняются. И альбом ведь записать это не за один день. Это, ну, какая-то работа, которая там, ну, растянется она во время. Что мы будем иметь к тому моменту вообще, то вообще тоже никто не знает. Я так понимаю, даже странно спрашивать дедлайнов по поводу, когда ты это сделаешь, когда ждать твой новый альбом в этом году, если, да с Бог, вообще живы будем. Или там, тоже можешь ты что-то тут сказать по срокам? Нет, я очень надеюсь это сделать вообще как можно быстрее. Может быть, там, за месяц, за пару месяцев. Ну, ни в коем случае там не в долгострой какой-то там на годы. И это все должны быть новые песни, я так понимаю, да? Да. Что-нибудь вообще хоть как-то ты можешь что-то сказать по поводу концертов? Будут они, не будут, ну, понятно, что не в России. Вообще хоть что-то про это. Думаю, что пока про концерты речи пока не идет. Что бы ты сейчас хотел сказать своим русским поклонникам? Ну, мне бы прежде всего хотелось, чтобы вы не заблуждались по поводу происходящего вот сейчас в Украине, что это никакая не спецоперация, это самая настоящая война, причем война, в которой методично уничтожаются инфраструктура и мирное население. И люди очень страдают от этого. Некоторые сидят в подвалах, там нет ни воды, ни газа, в некоторых случаях нет еды, или ее слишком мало. Кто-то погибает, потому что бомба куда-то залетела в жилой дом. И это на самом деле чудовищно просто. Что они могут сделать, что бы ты им посоветовал, может быть, кроме как понять, что происходит? Ну, мне кажется, что достаточно уже, когда человек начинает просто понимать вообще, какова правда, то он, по крайней мере, уже не захочет подыгрывать этой лжи. Как минимум. Сейчас я уже столкнулся с тем, что в мире меняется отношение к русским. Ну, к счастью, я еще не столкнулся лично, например, с какими-то проявлениями, но, например, грузины, они очень болезненно реагируют на эту ситуацию, потому что у них была война тоже в 2008 году, и очень многие пострадали, очень много беженцев было в Тбилиси, люди просто покидали свои дома, все, что у них было, и просто бежали. Как тебе вообще Грузия? Как тебе там жизнь? Ты сколько год назад туда уехал, насколько я помню? Да, год назад. Ну, очень-очень хорошо. Просто единственное, что было много ограничений в связи с ковидом, поэтому, скажем так, в той мере, в которой надо Грузию увидеть, я ее еще не увидел. Что бы ты посоветовал тем людям, которые сейчас едут в Грузию из России, фактически бегут? Стоит им это делать? Или это не та страна, в которую стоит ехать? Или стоит ехать в любом случае? Ну, что вообще? Ну, понимаешь, вот прежде всего, что стоит понимать? Что вот если ехать в Америку, то это вот, это называется иммиграция. Здесь уже такое слово используется, сейчас я его вспомнил, экспаты. Это люди, которые просто живут и работают в Грузии. Они не эмигранты, они экспаты, потому что ты можешь въехать, пожить. Если тебе понравилось, ты можешь продолжить это. Если тебе что-то не понравилось, ты решил принять другое решение, ты можешь уехать отсюда. То есть в Америке так не работает. Тебе сразу нужно срочно решать как-то серьезные вопросы, очень юридические, для того, чтобы там остаться, и чтобы у тебя было законное основание, чтобы ты не был нелегальным иммигрантом. Вот. То здесь это все необязательно. И поскольку для въезда в Грузию даже не нужна виза, то в принципе как бы это очень как все равно что-то там поехать куда-то там в какой-то другой город в России. Ну там пожил, потом вернулся в свой, если решил, что что-то сделал ошибку или что-то. То есть это не настолько накладывает на тебя серьезные обязательства сразу же заниматься решением очень серьезных проблем. Нет. Ну просто ты живешь здесь и живешь. Скажи, а нет страха, что вот после Украины Россия может направить свои войскам на Грузию? Есть. Такую возможность исключать нельзя ни в коем случае. Хотя есть такое подозрение, что ну что Россия как-то очень плотно там с этой Украиной связала, что это все по крайней мере серьезнее, чем предполагалось сначала. Что ты думаешь будет с Россией вообще? Сохранится она, не сохранится? Какие-то мысли есть? Нет. Я считаю, что не сохранится. То есть по крайней мере в том виде, в котором она сейчас существует. То есть по сути дела это политический крах. Он уже то есть это страна изгой для всего мира. Уже. Соответственно да, президента уже никто президентом не считает. Ну так вот. Чтобы было понятно как все это выглядит. а финансовый кризис, который возникнет в результате санкций, а если еще и там начнут как-то гробы приходить или какая-то информация, да, о смертях, о смертей еще немного, то это все отнюдь не улучшит внутреннюю обстановку. ну одной пропагандой тоже не зальешь уж. Хотя у них это успешно получается, но здесь уже кажется это край. Потому что там как говорит когда холодильник начинает спорить с телевизором, то побеждает холодильник. А может быть может телевизор выиграть. Вот так люди не будут ничего есть, но зато мы там всему миру показали, зато мы там за свою землю еще что-то. Ну вот все это химическое оружие в Украине точечного действия, которое не действует на украинцев, но действует на русских. Да, уже до таких вещей дошло. Да, я сегодня прослушал эту сумасшедшую идею. Кстати говоря, ну, скажем там, в Грузии очень обеспокоены этим заявлением, потому что подобные заявления делались в отношении Грузии. То есть это такая калька уже накатанная про химическое оружие в американских лабораториях, действующее избирательно. Да, то есть на украинцев не действует, на русских действует. Это, кстати говоря, противоречит идее того, которую выдвинул тоже президент Российской Федерации в своей известной статье про Украину, что украинцы и русские это один народ. Если они один народ, то как тогда оно может не действовать? Либо одно, либо другое. Либо одно, либо другое. Ну, там уже, как это, и берега потеряны, и логика вся уже никакой там логики нет. Так что опасность существует всего, что угодно. Так что наблюдаем над ситуацией, стараемся как-то сохраняться. Ну да. Ну, то есть ты все-таки веришь, что холодильник рано или поздно победит телевизор? Один местный человек, который давно живет здесь, ну, с рождения. Он так вот это описал, он сказал, что, говорит, знаешь, чем грузины от русских отличаются, что русские будут терпеть любую несправедливость, но когда будет жрать нечего, они пойдут на улицу. А вот грузины, они будут терпеть голод, но когда будет какая-то несправедливость, они будут. То есть другой менталитет. очень интересно. И ты согласен с этим? Ну, я не знаю, мне трудно это оценить на сто процентов, да, но как-то в этом есть смысл определенно. Что-то в этом есть. Федор, может быть, ты что-то хочешь сказать такое специальное твоим поклонникам, зрителям в любой стране мира, вообще людям? Да, в общем, нет, ну, наверное, все я уже, что хотел сказать, я, наверное, сказал. Все остальное мы услышим в песнях? Да. Вот, может быть, еще хотел такой момент добавить, но это не обращение к слушателям, это просто такой любопытный эпизод, что сегодня так популярно надевать украинскую вышиванку, и где-то там различные люди, да, они появляются в эфире в такой одежде, и я вспомнил, что все мои концертные рубашки в период группы 0 и 10-го года это все были украинские вышиванки. Это специально было или тем нравилось, почему так? Да, мне, мне, мне нравилось, и это, как-то я так одевал, это как будто бы такой русский народный, хотя он на самом деле, ну, как бы, русский, да, вот, а сейчас я где-то их в переезде потерял, давно не использовал, сегодня сунулся и смотрю, что-то нету их, нету их, где-то, значит, они потерялись в перелетах, вот, ну, вот, пришлось одеть американскую рубашку красивую. Да, ну, тоже часть, часть твоей судьбы, часть истории. Ну, что ж, спасибо, Федор, ждем все-таки, конечно, ждем твоего нового альбома, ждем, что когда-то будут новые концерты, где-то выйдешь в вышиванке новый и сыграешь для нас, ну, и, конечно, ждем, и кто верующий, тот молится за то, чтобы как-то все это страшная ситуация, скажем так, обернулась к лучшему. Спасибо большое, Федор, канал Акцент, Федор Чистяков, Тбилиси, Орегон. Спасибо. Спасибо, до свидания, держитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова